О боже мой, сто лет ничего не снимала, господи! Хай! У меня вот так блестит лицо, я не знаю, что уже с ним делать. Не блести! Всем привет, с вами Дошик и Скак Доллары. И сегодня будет не обычное видео, а будет вторая часть проверки лайфхаков из ТикТока. Как вы уже заметили, я уже достаточно изменилась. Да, я нарастила волосики. Еще у меня произошло в личной жизни кое-что, о чем уже весь интернет, конечно же, знает. Но если вы не знаете, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Итак, девочки, проверка лайфхаков из ТикТока. Поехали! Первый лайфхак. Боже! Что это мне? Я не знаю, что это, но мне это очень нравится. И давайте проверим. А где мое все? Так, я купила вот такой вот пакетик. Заказала всяких разных перышек, всяких разных приколюшек. Они разноцветные. Еще я заказала черные отдельно. Он сделал клеем для ресниц. Но я так рисковать не буду, потому что мой клей для ресниц идите колотите. Я лысая остаться не хочу, девочки. Я еще хочу пожить чуть-чуть хотя бы. О, у нас эпоха Барби, поэтому нет. Давайте вот. Но они какие-то вообще милиписи, писи, мили, милиписи. Это как вообще? Как это должно выглядеть? У них прям здоровые перья. Почему у меня такие маленькие? Я заказывала не такие. Но выглядит, кстати, прикольно. Как будто у тебя цветные корни такие, знаете, как у Билли Айлиш. Мне кажется, будет прикольно. Главное это реализовать нормально. Давайте, если цветными не получится, сделаем черными. Как будто у меня отросли такие черные корни. Боже. А это что? Они что все маленькие? Они что? А нет. Нет. Да. Ну, все маленькие. Не обманывайте меня больше так. А как? А как это вообще? Ну. Он розовый прям вообще маленький. Куда его мне? Боже мой. Господи. Короче, девочки. Лайфхак уже изначально не задался. Минус 100 ему из 10. У меня ничего не работает. Оно не будет красиво выглядеть. Оно не будет так прядями выглядеть. Это будет выглядеть, как будто мне на голову накакал розовый попугай, девочки. Я расстроилась. Видео начинается с того, как я плачу. Как вам такое, девочки? Experience такой интересный. Я вам клянусь, я заказывала большие, красивые, объемные перья. What is this? Девочки, я в депрессии. Фичка, ну не плачь, не плачь, фичка. Первый лайфхак удался. Ура. Кайф. Супер. Живите здесь и сейчас. Кайфуйте. Жизнь одна. Так, второй лайфхак давайте. Окей, окей. Цветной, красивый, элегантный блеск для губ. Вот такой вот прозрачный блеск для губ, девочки, я заказала. Он абсолютно прозрачный. Просто lipgloss с эффектом жидкого щекля. Окей. Ну, такой обычный. Basic. Я заказала кучу всяких цветных блесток. Вот, самые разные оттенки, самые разные цвета этих блесточек. Я долго думала, каким же, каким же мне его сделать. Черным, белым, фиолетовым, красным, зеленым, голубым. Думала, думала и придумала, что сделаю металлику. Металлику. Hard Rock Metal. Потому что сейчас у нас в тренде вот эти вот все картиночки NFT-шные, где все в металлике, все красиво везде, такие волны какие-то металлические. Короче, сейчас это в тренде. И мы будем, девочки, с вами тоже в тренде. Сделаем вот такими вот блесточками. Давайте приступать. Самый простой лайфхак из всех, которые будут за сегодня, мне кажется, девочки. Потому что это перо на голове меня, конечно, убило. Но я буду продолжать снимать этот ролик. Сейчас бы главное не рассыпать все эти блестки по всему дому, потому что я убиралась недавно. Итак, девочки, момент истины. Мукаем в блесточки. Обильненько макаем в блесточки. И назад во флакончик. О, без потерь даже образовалась. Ой, девочки, посмотрите. Я надеюсь, вам видно. Все в блесточках такое все красивое. Я хочу еще блесток. Да не еще! Да не еще! Ой, сейчас главное не переборщить, девочки. А то у меня вот это вот инстинкт перебора. У меня работает на все 100-500 миллионов процентов. Все летит. Все летит. Идить колотить. Мне хату убирать потом полгода. Ядрит, мадрит. Я все в блестках. Нет! Я не хочу. Вау, девочки! See, what is this? Как красиво! Я надеюсь, вам все прекрасно видно. Ну, красота, ну! Я напоминаю, девочки. Если вы не подписаны на мой инстаграм и на мой телеграм, вы упускаете все. Поэтому обязательно переходите, подписывайтесь. Потому что я там выкладываю все анонсики, все, что у меня в жизни происходит. Как я плакаю, как я не плакаю. Все есть в моем телеграм и инстаграм каналах. Обязательно переходите и подписывайтесь. Итак, а у нас что-то вроде блеска, вроде бы получилось. Но я хочу еще блесток. Рискну, рискну. Главное, не дышать сейчас на них, чтобы они не разлетелись. Они все равно, падлы, разлетелись. У меня сап-квартира блестка. Дышим, девочки, дышим, девочки. Вот что у нас получилось. Вот такая вот красота. Он блестит и дарит-мадарит. Просто сверкает, зиждется. Есть такое слово? Откуда я это слово знаю вообще? Боже, чел. Я сейчас буду наносить свой тон от Estee Lauder. Все у меня спрашивали, что у меня за тон, что у меня за тон. Что он перекрывает все мое постакне. Так, я нанесла умяшки от Dior. Контуринг от MAC. Вот, посвежее. Уже стала такая. Белла из Сумерек такая. Белоснежка. Кровосися. Тестируем, девочки. Ать. Ну, что-то как-то, как будто кто-то просто накакал. На меня пукнул единорог просто как будто. А нет, что-то есть. Ну, в целом, девочки. На самом деле, тут в жизни блесток просто. Вы видите, девочки? Все, девочки. Ну, краса... Богиня. Королева. Императрица. У меня сейчас солнце встает. Я рано утром снимаю это видео. Поэтому не обращайте внимания, если освещение будет меняться. Девочки, я влюбилась для съемок. Бомба. Но в повседневной жизни носить достаточно тяжело, потому что эти блесточки достаточно неравномерно распределяются по губам. Губы блеском намазала, и кто-то песок в тебя кинул. Вот так вот это ощущается. Но в целом, ну, хайп... Хайп. Извините. Десять из десяти. Так, ребят, а сейчас я поделюсь лайфхаком лично от себя, а не из тиктока. Я сама испытывала неопределенность, когда закончила школу. Чем заниматься, куда пойти учиться, нужно мне вообще это. Думаю, многие из вас понимают, о чем я говорю. Кто-то поступил в УЗ на направление, которое выбрали ему родители, и не понимает, правда ли ему это интересно. Кто-то просидел за партой в универе четыре года, а теперь просто не знает, куда ему двигаться дальше. Это состояние страха и неопределенности буквально сковывает, и еще сильнее мешает прислушаться к своим собственным желаниям. Так вот, мой лайфхак, да более простой. Нужно больше пробовать. Возможность попробовать для себя новое направление появилась на платформе Академика. Тут собраны курсы от МГИМО, ВШ, МФТИ и других топовых универов страны. Программ реально очень много. Причем есть как классические по типу дизайна, разработки, маркетинга, так и необычные, как зоопсихология, нейрология и теория вероятностей. Регистрируйте сейчас и получите доступ на первые два модуля любого курса бесплатно. Так вы сможете попробовать перед тем, как начать чем-то полноценно заниматься. Мне лично понравился курс нейромания. Это про разные исследования мозга, и, кстати, он вообще весь бесплатный. Либо переходите по ссылке в описании и погружайтесь в внедушный мир знаний. Учение Света. Говорят, что блондинки тупые. Переходим к следующему лайфхаку. Ой, следующий там какой-то вообще трешовый, по-моему. Полный джинглбэс у меня. Стоп, это что, ручка, которой можно сделать брови, сделать стрелки, накрасить бубы и даже хайлайтер там? Да вы думаете, я заказала эту ручку и должна ее срочно проверить? Я тоже заказала эту ручку, и сейчас мы ее срочно проверим. Вот такая вот ручка для макияжа. Вот так вот она выглядит. Ой-ой-ой, да, прям как на видео. Такая. Вот такая ручка, девочки, прям как в первый раз в первый класс. Тут вот всякие вот эти вот надписи тут есть, типа айлайнер, вот эти вот всякие штучки. Нажимаем и делаем. Что мы одна стоя жмала? Ага, вот такая штучка вылезла. И когда крутишь, она вылезает еще. Я поняла. Окей, давайте тестировать бровки. Подойдет ли мне по оттенку? Потому что я заказывала вроде бы свой оттенок, но это не точно. Брови у меня, конечно, три нитки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, девочки, он прям жоп... Он такой мягкий. Девочки, мне это не нравится. Я еле нажала, он уже мне такую бровь нарисовал. Нет, девочки, он ультра мягкий, он уже наполовину вот сточился. Мне что-то не нравится эта тенденция. Это не мой оттенок, это что-то инопланетное. Ну, в целом неплохо, на камере выглядит неплохо, но в жизни это просто огромное черное пятно, а не бровь. Ага, растушевывается хорошо, но вот к стойкости у меня есть вопросы. Ну, короче, сомнительно, сомнительно. Он абсолютно не стойкий, я уже это сейчас вижу. Его очень тяжело тушевать, наносить очень тяжело, потому что он мягкий. Возможно, кому-то наоборот в плюс, но мне это абсолютно не в плюс. Плюс оттенок вообще не мой. No. No. Давайте проверим eyeliner. This. Да, это просто карандашик для таких легеньких стрелочек. Он очень мягкий, очень гипермягкий. Короче, я не знаю, девочки, очень сомнительная штука. Я надеюсь, у меня никакая зараза не вылезет, потому что это карандаш очень сомнительного качества. Сейчас я сотру вот этот блеск для губ, и мы с вами проверим lip color brush. Секунду. Угу, блестки не хотят сходить с моих губ от слова совсем. Нет, они мне очень сильно мешают. Я чувствую, как будто песок во рту. Но выглядит даже без блеска прикольно. Давайте проверим вот эту как раз-таки штучку для губ. Карандаш для губ. Угу. Ну, цвет, конечно, такой на трассу, девочки. Итак, я сейчас не особо старалась над контуром губ, но что я могу сказать? Карандаш неплохой. Что я могу сказать по оттенку? Оттенок такой. Продавщица из пятерочки. На камере он выглядит красиво, но в жизни это просто какой-то... Я думаю, вы сами додумаете, что это такое. Давайте теперь проверим хайлайтер. Ну, хайлайтер я нанесла под бровь. Я нанесла... Ну, под бровь прям хорошо он лежит. Я нанесла на уголки глаз. Хайлайтер неплохой. В общем, давайте вынесу вердикт по поводу этой ручки. Сама идея того, что ты положишь в сумочку эту ручку, и у тебя все продукты будут буквально в одном месте, ты не будешь себе в сумку пихать там дофига всяких продуктов, а просто возьмешь с собой ручку там, чтобы подправить как-то макияж. Идея для этого гениальная, но реализована отвратительно, если честно. В общем, что я могу сказать? 4 из 10 я ставлю этой ручке. Мое мнение. Давайте приступим к следующему лайфхаку. Следующий лайфхак заключается в том, что ты целуешь прозрачную пищевую пленку красными губами, вот так вот, му-му-му, и потом наносишь на лицо, и у тебя на лице отпечатываются шикарные красивые поцелуи. Сейчас я буду искать пищевую пленку у себя дома. Если я не найду девочки, лайфхаку не бывает. А хотя, подождите. Пакетики из-под першек. Это же тоже по факту это салафан, да? Будем целовать пакетики. Вот такой у нас имеется пакетик. Так, сейчас мы с вами его обцелуем. И не просто обцелуем, а помадой от Сан-Лоран. Девочки, не завидуем. Не завидуем. Давайте, погнали. Вот, поцелуйчик. Отчепятался. И теперь мы с вами наносим его на лицо. О, вот такая тема. И... Вау, как красиво. Такая блудница. Надо побольше, надо побольше помады. Во! Вот сейчас прям juicy lips такие получились. Итак, давайте теперь куда-нибудь повыше. Прижимаем, девочки. Прижимаем хорошенько. И... Вау! Ну, издалека как будто меня побили, но в жизни в целом норм. Ооо! Ооо! Такая поцеловная я не могу. Прикольно, мне нравится. Хорошо. Хорошо получается. Ммм. Сладкий такой поцелуй. Такой нежный получился. Ммм. Легенький. Как на первом свидании. Вот такой. Так, давайте вот сюда поставим. Так. Вау! Ну, такая обцелованная. Так. Еще хочу. Блин, у меня вот этот инстинкт. Еще, еще, еще. Он у меня никогда не остановится. Я буду бесконечно это делать, пока не умру, по-моему. У меня отчепятывается подводка, девочки. От вот этой гребаной ручки. Где она? Будь она проклята! Что я могу сказать? Если все это красиво оформить, если сделать поцелуйчики еще и на лице, на рубашечке, что-нибудь такое, знаете, красивое сделать, красиво это все оформить, пудрочкой запечатать, то в целом очень-очень хороший лайфхак. Я ставлю этому лайфхаку 10 поцелуйчиков из 10. Шикарный лайфхак. Советую всем. Давайте смотреть следующий лайфхак. О май гаад! Ну, красиво, девочки. Не спорим. Красиво, эффектно, необычно. Вау, excessful. Есть такое слово вообще? Я в последнее время начинаю придумывать слова. У меня едет кукуха, но в целом вроде я нормально себя чувствую. Я купила две маски. Целых две. Вот эта, она более такая минималистичная. А вот эта, вот эта уже можно там так разгуляться. Но я предлагаю не разгуливаться особо. И взять просто вот такую вот минималистичную. Так, вот такая вот масочка. Ревизорра. Ну, такая. Боже. Кристиан Грей. Я, я обычная журналистка. Надо все, извините. Она старшая. Кристиан. Что-то у меня сегодня какое-то игривое настроение. Я сейчас без тональника, но ничего страшного. Тяу, 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 тяу. Но она мне абсолютно не идет, девочки. А у меня нет цветных теней. Отлично я подготавливаюсь к ролику, да? У меня есть только коричневые и супер темно-коричневые. Блин. Ну ладно, будем брать от жизни то, что дают. У меня кисточки какие-то непонятные. Вот, вот такую плотную берем кисточку. Самый темный оттенок, который у меня присутствует в палетке. И погнали. Понеслось дерьмо по трубам. Let's go, let's go. Don't look back. Придется масочку прижимать, чтобы, соответственно, у нас все получилось. Так, чтобы у нас все четенько смотрелось. Набиваем, набиваем, набиваем. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Я прям вбиваю, девочки. Я прям агрессивно. Чтоб потом фиг отсмылось. Отсмылось? Что? Ну, в целом, идея для этого лайфхака прям супер, если честно. Если она еще реализуется очень красиво. Я маску задом наперед надела. Ой. Ее надо было вот так. Надо было вот эти штуки, чтобы они наверху были. Да, сегодня у меня видео через жопу, девочки. Подписывайтесь, ставьте лайки. А я еще сижу и думаю, а что-то странно. То, что, типа, вот тут вот так мало места для глаз, а тут так много. Вот я тупая, девки. А что же вы сидите, молчите, ничего мне не говорите? Короче, девочки, извините, я половину лица как-то сделала. Но остальную половину лица я не хочу ее убивать, добивать. Все, снимаем маску. Вы готовы? Три, два, один. Знаете, что я поняла? Я все-таки маску правильно надела. Она вот так и должна быть. А почему тогда все плохо? Ну, а, ну, а, ну, а, ну, а. Ой. На меня пернул носорог, ребята. Что? У меня все через жопу. Что со мной не так? Я их отрежу, я их отрежу. Нет, все, ладно, успокойся, Даша. Все хорошо, все нормально. Я их отрежу, я их отрежу, я не хочу. Все, извините, простите. Тоническая attack. Спокойно. Вдох, выдох. Не так уж все и плохо. Все можно исправить. Ничего нельзя исправить. Что это за... Все, извините, простите. Я сейчас буду плакать. Ну вот это что? Вот это что? Я поставлю 5 из 10 этому лайфхаку. Этот лайфхак действительно рабочий. Но не для моих кривых рук, которые у меня растут из заднего прохода, девочки. Вот так вот. Вот такой лайфхак. Вот такой. Всем советую. Мылась, смылась. Вроде жива. Погнали к следующему лайфхаку. Да, девочки, переводные тату на лицо – это моя любовь. Кто не знал, я когда-то в 2000-каком-то там году, ну где-то года 2 назад, 2-3 года назад активно делала переводные тату. Прям огромные, на всю шею я делала себе переводные тату. Но сейчас в моде вот эти вот маленькие бабочки, которые все активно клеят себе на глаза. И что ж, давайте будем в тренде и проверим этот лайфхак. Я купила почти такие же переводные тату с бабочками. Вот, абсолютно одинаковые, чтобы сделать на два глазика две какие-нибудь красивенькие бабушки. Я вам дам лайфхак к этому лайфхаку. Чтобы на коже переводные тату держались гораздо лучше, лучше наносить на чистое лицо без тональника. Тогда переводные тату на лице будут и смотреться, и клеиться гораздо лучше. Но, если вы хотите сделать переводное тату на лице, чтобы не держалось оно 2-3 дня, то советую тогда нанести там тоненький-тоненький слой тонального крема, и тогда у вас это все смоется вместе с макияжем. Вот такой вот лайфхак, вот такая вот я прошаренная в этой теме. Ты же говорил, что ты шаришь. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Да, а я действительно, девочки, шарю в этой теме. Очень многие просто берут холодное мокрое полотенце, прижимают там к лицу, это тату делают. Это делать неправильно, на самом деле. Правильнее всего будет просто под водой его вот так вот берете, под воду вот так, чтобы полностью она намокла и полностью отпечаталась на лице, потому что не всегда работает вот это вот полотенчико. Итак, один глазик у нас с вами будет фиолетовенький, вот такая бабочка. Другой глазик будет синенький. Вот так вот будут два глазика выглядеть. Ну, идея бомба. Проверяем. Я полностью прям под кран опускаю эту бабочку, полностью прям под краном делаю, не под сильной струю, а под легенькой, чтобы она полностью намокла и легче перешла на кожу. Итак, давайте работаем. Так, и плотненько-плотненько прижимаем, несколько секундочек держим. Самый главный лайфхак заключается в том, чтобы вот так вот медленно проскользить. Потому что если вы... Вау! Надо было чуть-чуть повыше ее наклеить. Но в целом, девочки, такая фея. А кто-то из клуба Yings. Ну, нормально. Надо было ее чуть-чуть не вот так вот, а чуть-чуть вот так вот ее надо было наклеить, чтобы у меня вот так граница шла наверх. Но в целом тоже неплохо. А вот эту я правильно сейчас наклею. Так, и теперь, как только мы сильно все прижали и уверены в том, что она отпечаталась, вот так вот отсъетить, колотить. Ну, я ее тоже достаточно низко сделала, надо было повыше. Ну, чуть-чуть потренироваться с тем, как располагать бабочек перед тем, как клеить. Нужно обязательно понять, куда клеить и как. Ну, в целом, девочки, ну, вау! Такая, бра... Фея. Чурья Блум. Ладно, все, извините. Очень красиво, очень мило это все выглядит, да? Мяу! Нормально, хорошо. Лайфхак рабочий. Сделать полностью себе мейкап, сделать все это красивенько. Наклеить их ровно, чтобы они у тебя смотрели и расширяли твои айс. Вот. Что я могу поставить этому лайфхаку? Конечно же, 10 из 10. Приступаем к следующему лайфхаку. Я уже чувствую то, что я от этого лайфхака буду отмываться полтора столетия. Я правильно понимаю? Ну, чтобы вы понимали, тинт это очень серьезная вещь. И просто так взять его и растушевать, это очень плохая идея. Скорее всего, у вас все будет в пятнах, и поэтому тинт наносим только на губки. Но сейчас я буду рисковать своей жизнью, девочки. Потому что я буду отмываться в душе полтора столетия от этого гребаного тинта. Вот так выглядит тинт. Так же, как на видео, плюс-минус. Господи, вау! Как он пахнет вкусно! Вином пахнет. Таким чем-то игристым. Я на глаза не буду его наносить. Девочки, я еще хочу видеть что-то. Поэтому мы с вами нанесем на зону для румян. Нанесем на губки. И посмотрим, получится ли у нас, так же, как у нее, легко и непринужденно. В чем я очень сомневаюсь. Аккуратно растушевать вот эту всю границу. Ну, поехали, девочки. Я чувствую, как моя проблемная кожа плачет. Ей очень плохо. Пожалуйста, не повторяйте этого в домашних условиях. Лайфхаки из тиктока должна проверять только я, девочки. Если вы видите какой-то новый лайфхак, отмечайте меня сами. Ни в коем случае не проверяйте. Это может принести вам огромный-огромный колоссальный вред. Че? У меня закончился тинт? Он реально закончился? Девочки, чем я занимаюсь в свои 20 лет? Мне почти 20. Ну, давайте на губы его нанесем. Это уже какая-то пила, девочки. Ждем. Помогите. Какой ужас. Ну, давайте стирать сначала губы. Фу. Я уже и забыла, какой он мерзкий. Трэш. Фу, какой он мерзкий. Господи, как я им пользовалась. Ну, давайте к самому интересному. К румянам. Ай. 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 Я вся в этой херне. Боже, что это? Ааа. О, господи. Я буду отмывать это полгода от своего лица. Боже мой. У меня все лицо чешется. Я не могу. Девочки, простите, я схожу, умоюсь. Пи***. О, боже. За что мне все это? Оно. Лайфхаки из тиктока. О, кайф. 10 из 10. И я уже и забыла, как я его ненавидела. Помните, он был ультра популярен в одно время. Помните, все им пользовались. И я его ненавидела. Меня выбесил этот тинк. Меня выбесило все. Меня... Ну что ж, девочки, мальчики, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо вам огромное за просмотр этого идеального видеоролика про идеальные лайфхаки из тиктока, которые точно упростят вам жизнь. Субскрайбь на мой ченнел, пилиси. Не забудь поставить лайк. Пока. Мяу. Мяу. Субтитры подогнал «Симон»